Что произошло в школе, где учится наследник Британского престола? В чем Андрей Макаревич обвинил Рэд Юхэт? И как гарантированно получить тихих и комфортных соседей? Об этом и не только в нашем обзоре. Полиция задержала женщину, которая проникла в школу, где учится правнук королева Елизаветы II. Нарушительницу подозревают в попытке кражи со взломом. Связан ли инцидент с маленьким принцем, неизвестно. Сейчас задержанная в полицейском участке Лондона. Принц Джордж, первенец герцога Кембриджского Уильяма и Кейт Миддлтон. Годовое обучение мальчика в школе обходится королевской семье в 18 тысяч фунтов в год. Это почти 24 тысячи долларов. Париж примет Олимпиаду 2024 года. Решение МОКа дать столице Франции главные спортивные состязания четырехлетия уже поприветствовал президент Эммануэль Макрон. Он убежден, Франция успешно проведет Олимпиаду. Известно, что летние игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе. Желающих получить почетное право принимать Олимпиаду все меньше из-за миллиардных расходов на организацию соревнований. Машина времени против радиохэт Андрей Макаревич обвинил Тома Йорка в плагиате. Написал в соцсетях, что клип «Лифт», вышедший накануне, точная копия ролика «Машины времени» с названием «Место, где свет». Свою работу машинисты сняли еще в сентябре 2001 года. Задумка у клипов действительно очень похожа. Йорки Макаревич всю песню едут в лифте. Правда, концовка разная. Знает ли лидер радиохэт о претензиях «Машины времени»? Неизвестно. Необычный дом продается в городке Дэвид штата Мичиган. Он расположен напротив кладбища, буквально через дорогу. Риэлтор Шейн Броллс, к которому обратились с таким заказом, от работы не отказался. У дома установил табличку с объявлением о продаже. Среди удобств указал «Тихие соседи». Игрок мадридского Реала пропустил матч Лиги чемпионов, потому что неудачно побрил ноги. Об этом пишут испанские медиа. Якобы Серфио Асенсио не вышел на поле в матче против кипрского АПЛ из-за раздражения кожи. Тренер Реала, легендарный Зинадин Зидан, подтвердил. Из-за этого Асенсио даже гетро не смог натянуть на ноги. Футболист восстановится после необычной травмы только к воскресенью.